МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все диктаторы мечтают попасть в учебники истории. Мнят себя отцами нации, достойными стать главными персонажами книг и пособий. Александр Лукашенко обязательно попадет в учебники будущего. Но не как отец современной белорусской нации, а как человек, который готов был уничтожить ее, лишь бы не расставаться с властью. В современном мире настоящие диктаторы редко получаются из аристократов или даже более-менее образованных людей. Людоед Бакаса из Центрально-Африканской республики, гаитянский мракобес Док Дювалье, гопник из питерской подворотни Владимир Путин. Вот они, диктаторы 20-го и 21-го веков. Закомплексованные, суеверные, глупые и очень жестокие. Все эти характеристики применимы и для описания Александра Лукашенко. Абсолютно случайный человек, волей каких-то неописуемых пируэтов судьбы, вознесенной в начале 90-х годов на вершину государственной власти Беларуси и готовый на все ради того, чтобы никогда эту вершину не покидать. В начале своей политической карьеры Лукашенко был таким себе обычным популистом. Он обещал людям, перепуганным крушением СССР и привычного образа жизни, работу и зарплату, требовал сохранить госзаказ и колхозы, клялся остановить рост цен и обуздать инфляцию. И самые первые свои президентские выборы в 1994 году он наверняка выиграл честно. Ведь на фоне грандиозных обещаний Лукашенко программы остальных кандидатов выглядели бледно и невзрачно. Дорвавшись до власти, Лукашенко начал превращать Беларусь в заповедник умершего уже СССР. Государство так и осталось там главным работодателем. Частному бизнесу совковый до мозга костей Лукашенко не доверяет и зовет предпринимателей спекулянтами. Сохранил Лукашенко и зловещее КГБ, и центральное государственное телевидение, рассказывающее почти исключительно о нем и почти исключительно в восторженных тонах. Когда соседи Беларуси, Литва и Польша, проводили рыночные реформы, избавлялись от гнетущего социалистического наследия и строили новые государственные институты, Лукашенко совок пестовал и восстанавливал. Дошло даже до того, что национальную символику независимой Беларуси он заменил на ту, что существовало во времена Белорусской ССР. Как человек абсолютно советский, Александр Лукашенко довольно быстро сообразил, что национально-демократическое движение, похоронившее Советский Союз, может и его отправить на обочину истории. Именно поэтому национальная символика, независимая историческая публицистика и национально-демократические партии оказались сперва под негласным, а затем и под вполне официальным запретом. Лукашенко затягивал гайки постепенно, убеждая народ в том, что он действует в его же интересах. Выдумывал дикие байки о том, как он не дает западному капиталу растащить страну по кускам или не позволяет националистам втянуть страну в гражданскую войну. Несогласные с ним и не верящие в его байки или оказывались за решеткой, или просто пропадали в Беларуси десятки, если не сотни пропавших без вести журналистов, политиков, юристов, осмелившихся бросить вызов Александру Лукашенко. До прошлого года он не то чтобы стеснялся таких методов расправы над неугодными, но предпочитал их не афишировать. После же прошлогодних подтасованных выборов и массовых акций протеста против фальсификаций Лукашенко и его окружение уже прямым текстом говорят «Смиритесь и подчинитесь, иначе вы тоже пропадете где-то в лесах, и ваши родные годами будут искать вас, даже после того, как их покинет последняя надежда найти вас живыми». К северу от Украины годами зрел и набирался сил настоящий фашистский режим, основанная на насилии и принуждении диктатура одного заурядного человека. Этому человеку невероятно повезло с исторической эпохой, не окажись он на виду в период шокировавшего многих распада СССР, и у Лукашенко никогда не было бы шансов занять пост выше директора совхоза. Повезло и с соседом, все его социалистические эксперименты, его карательный аппарат и пропагандистов оплачивает Кремль в обмен на обещание Лукашенко когда-нибудь в будущем объединиться с Россией. Не повезло только белорусам, которых их обезумевший самозванный президент тянет в пучину тоталитаризма, и украинцам, которым теперь надо иметь дело не с одним маловменяемым соседом-диктатором, а сразу с двумя.